Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня от грешного. Считай. Так вот ты где считай, по книжке. Вот оно, бери. Хотя можешь и считать здесь, где тебе удобнее. Так, Деяние 7, 29, 34. От сих слов Моисей убежал и сделал себя пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению. А когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог Отцов Твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь, сними обувь с ног Твоих, ибо место, на котором Ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стинание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Ну и бегство его не нарушило Божьих планов. Явился ему ангел Господень. Явился, когда Моисей был в бегстве, когда и не надеялся возвратиться, так как имел уже двух сыновей. Но заметь, ангелом, как и человеком, называют теперь Стефан Сына Божия. Является же ангел Моисей не в храме, но в пустыне, и не в самой пустыне, но в купине. Место свято ради явления Христова и достойно большего удивления, чем то, которое было во святом святых, потому что там никогда не было такого явления. Деяние 7.35.41 Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею? Всего Бог, через ангела, явившегося ему в Терновом кусте, послал начальникам и избавителям. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении сорока лет. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными. Слава Иисусу Христу! «Но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук твоих своих». Толкование. Того Моисея, который подвергался опасности за свою жизнь, которого израильтяне ни во что поставили и отринули, Бог воздвиг и послал рукою ангела, явившегося ему в купине. Кого Стефан называет ангелом, того Моисей видел и называет Богом. «Фараон хотел убить Моисея, и он, Моисей, бежал. И Господа хотел убить Ирод, и Господь спасся в Египте. И тот, и другой, и фараон, и Ирод замышляли на младенца. И тот, и другой издали повеление. И ни то, ни другое повеление не нашло повиновения. Люди становятся лучшими или худшими не от места, потому что те, о ком идет речь, был уже вне Египта, по месту, по расположению были в Египте, и не оставляли помышлений об египетских обычаях. Как говорит и Евангелие, где сокровища, там и сердце. Многие, будучи еще на земле, собирают сокровища на небе, там и сердце их. Но приступившие Божию волю ангелы, будучи на небе, возымели расположение к тому, что на земле. Вследствие чего последовало из незриновения их на землю. Живыми называют слова особого рода, значение которых выясняется обыкновенными словами, или пророчество, Езекииль 20.25. И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы. Имея в виду эти слова пророка, Стефан назвал пророческие слова живыми словами. И не без цели указывается на Хариев, но для того, чтобы показать крайнее безумие израильтян. Здесь Бог явился Моисею, здесь же они делали идолов и приносили им жертвы. Деяние 7.42.50 стих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении сорока лет в пустыне? Вы приняли скинью Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас сдали Вавилона. Скинья свидетельства была у отцов ваших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же, построив Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой и земля подножия ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Толкование. Так как иудеи имели такую страсть служить твари вместо Творца, что Бог часто укорял их через пророков за такое произволение? А потом, когда они оказались упорными, допустил их делать то, что они хотели. Но упорствовавших в нечестии, Он допустил в нем и оставаться. Потому что Он не хочет, чтобы Ему служили по необходимости, чтобы не стеснить того, что имеет свободную волю. Лука говорит не об ангелах, а о звездах, которым они, иудеи, воздавали почитание, как то Тельцу, заменявшему Деницу, и Луне, как Царице Неба. Это выражение употребляется почти повсюду, где речь идет о светилах и звездах. Заметь, что сначала упоминает о том, что они приносили жертвы Ему самому, а потом уже жертвы идолам. Притом, это свидетельство Он приводит не без причины, но чтобы показать, что не было надобности в жертвах. Потому, если я и сказал, что этот храм будет разрушен, а обряды и жертвы будут изменены, то я не сказал ничего нового. Ибо Моисея, которым, кажется, вы имеете высокое мнение, в течение сорока лет ни жертвы не приносил, ни храма не воздвигал, а также не делал этого и Давид, хотя вы уже владели этой землей, разделенной по жребию. Также пророки говорят о них, как о ненужных. Но как вы можете в свое оправдание ссылаться на Моисея, когда его отринули отцы ваши и вы? 7.35-39. Итак, они в пустыне сделали тельца, и этот телец был явным идолом. Устроили постепенно и многих других идолов. В особенности же они преданы были поклонению звездам. Кроме тельца они приняли и скинию Молохову. Создавшись скинию, они поставили в ней идола и назвали его Молохом. Это идол Муавицкий. Он имел прозрачный камень в верхней части лба прообраз Деницы. А слово Молох в переводе значит царь их, ибо так изъясняет его Акила и Феодитон. Феодатион. Феодатион. А изображение Деницы было приготовлено художниками. Звезду бога вашего Римфана, который в переводе значит помрачение или ослепление. Итак, они воздавали поклонение Денице, как восходящее до появления сияния солнечного. Впрочем, с этими поклонниками сделалось ослепление или Римфан. Не потому, чтобы звезда производила это ослепление, но потому, что это почитание сделалось причиной такого помрачения. Амус 5.27 Зато я переселю вас в Задамаск, говорит Господь. Бог Саваоф имя ему. А Лука сказал, дали Вавилона, следуя изложению евреев, или потому, что Вавилон есть предел земли дамаскетян. Те же 70 толковников сказали, далее Дамаска. Так что утверждение ее состоялось на горе, и она в пустыне была переносную, а не находилась на одном месте. Если ангел ангел был тот, кто говорил с Моисеем на горе, то он все-таки говорил с ним от лица Божия. И много такого находится в Божественном Писании. Исход 2-3-5. Деяние с 7 глава, 51-53 стихи. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами делаетесь ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили толкование. Почему до сих пор говоривший к народу кротко здесь употребляет слова жестокие? Потому что он увидел, что они не обращают внимания на то, что говорится. Вы всегда противитесь Духу Святому. Этим он показывает, что то, что он сказал, было от Святого Духа, в особенности же тогда, когда приближался час смерти его. Потому что он, конечно, знал это, будучи исполнен Святого Духа. Он обнаружил великое и безбоязненное дерзновение, и то, что он сказал им, было не его, но слова пророков. Когда Бог не хотел, чтобы были жертвы, вы приносили жертвы. А потом, когда он хочет жертвы, вы ее не приносите. А опять, когда существовал храм, вы служили идолам, а когда он хочет, чтобы вы отрешились от храма, вы делаете противное. Притом не сказал Богу противитесь, но Духу, ибо нет никакого различия между Духом и Богом. Показывает, что это зло более падает на них, потому что оно дошло до них издавна. так делал и Христос, потому что они сильно хвалились предками своими. Если отцы ваши убивали этих предвозвестников, то нет ничего удивительного, что я, проповедующий предвозвещенного ими, буду убит вами, которые слишком гордитесь своими предками. Ибо они нигде не осуждали его как неправедного, ибо как они стали бы осуждать в этом не имеющего даже крова, но он выставляет им на вид два преступления их, убийства и предательства, показывая, что они не покорялись и не покоряются ни Богу, ни Ангелам, ни Пророкам, ни Духу. Деяние 754-56 Слушайся они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо увидел славу Божию Иисуса стоящего одесною Бога и сказал «Вот, я вижу небеса отверстия и сына человеческого стоящего одесною Бога». Толкование. Если иудеи хотели умертвить Стефана, то почему не умертвили его тотчас же? Потому что хотели представить благовидный предлог своей дерзости, так как оскорбление, какое он причинил им, не было благовидным предлогом к умерщвлению его. При том же то, что они сочли за оскорбление себе, не было его собственное оскорбление, но это было обличение, сделанное иудеем пророком. С тем вместе они не хотели, чтобы о них думали, что они умертвили его за то, что относилось к ним лично, как это было и при осуждении на смерть Христа, но что будто они умерщвляют за нечестие, потому что они не довольствовались тем, чтобы отсквернить себя убийством, но надеялись и заботились за пятнать и честь убиваемого, потому что они боялись, чтобы он не стал пользоваться большим почитанием, если они умертвят его за оскорбление себе самим. Стоянием означает твердость и непоколебимость. Деяние 7, 56, 60. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на его и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сего!» И, сказав себе, почил. Толкование. Что сделали иудеи со Христом, тоже сделали они здесь. Как он сказал, «Узрите сына человеческого, сидящего одесную» Матфея 26, 64. А они назвали это богохульством и напали на него, так и здесь. Но там раздирали одежды, а здесь затыкали уши. Оказавшись решительно не в состоянии положить конец речи Стефана, а не камнями побивать его. Если бы даже он говорил про неправду, его надо было отпустить как безумного. Если же говорил истину, надо было скорее удивиться и удивляться. Свидетелями называют тех, кого они выдвинулись с целью произнести ложное свидетельство против него. Этим он делает намек на два обстоятельства, что и те, которых считали свидетелями, были скорее готовы совершить убийство, когда они сняли одежды, чтобы свободнее и беспрепятственнее бросать камни, и что имеющие последствия быть проповедником вселенной и сам тогда оказывал содействие в убийстве, и что таким образом в нем произошло какое-то божественное, удивительное и несвойственное человеку изменение. Изречение же Господи Иисусе приими Дух Мой есть изречение научающего и показывающего им, что Он не погибнет, так как оправдание совершается верой во Христа, и в нем человеческое естество в изобилии получило невинность и даровало нам новое право, в силу которого души наши уже не идут в ад, но, как и прежде, посылаются в руки Бога живого. То, зная это, Святой Стефан сказал, Господи Иисусе, прими Дух Мой. 1 Петра 4, 19 Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю души своей, делая добро. Не души своей, делая добро. Не просто говорит молился, но с усердием, так как Бог допустил, чтобы до сих пор душа Его оставалась в теле. Заметь голос и чрезмерность терпеливости в страданиях. Этим Он показывает, что то, что Он сказал им прежде, сказал не вследствие гнева, но чтобы их поставить в затруднение, обличить и упрекнуть. Деяние глава 8, 1-4 стихи. Саввел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плащ по нем. А Саввел терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темнице. Между тем, рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Сами апостолы не рассеялись толкования, но оставались в Иерусалиме, потому что, где сильнее нападения, там должны находиться и лучшие борцы, и быть для других примером мужества и смелости. Это потому, что они не были еще совершенны. С другой стороны, кто бы и не заплакал, лишившись такого учения, такой защиты и таких чудес, и видя этого праведного, лежащего мертвым и побитого камнями. Великое бешенство и быть одному и врываться в дома, это потому, что он душу свою предал за закон. В первоапостольской церкви была всеобщая апостоличность, посланничество у веровавших в мир, рассеившиеся ходили и благовествовали Слово. Благодаря вселенской проповеди учителей и мирян Слово Божие достигло и нас. Но если бы в первом веке возникло монашество, то мы были бы безбожниками, до нас бы это Слово Божие не достигло. Иоанн Златоуст «В церкви нет ни высокомерия начальствующих, ни раболевства подчиненных, а есть власть духовная, которая находит для себя более всего приобретение в том, чтобы принимать больше трудов и заботы о вас, а не в том, чтобы искать больших почестей. В церкви должно жить как в одном доме, как составляющая одно тело. Все должны быть расположены друг к другу. Итак, для чего же разделяемся, когда столько связей нас соединяющих? Для чего разрываемся? Вот и опять мы принуждены оплакать то, о чем многократно я оплакал. Слез достойны настоящее наше состояние. Так далеко мы отторглись друг от друга, между тем, как надлежало бы изображать собой союз одного тела. Тогда бы и меньше мог приносить пользу большему, хотя бы он и был меньший. Но если предлагаешь что-нибудь полезное, предпочти его мнение, хотя бы он был даже последний. Не оставь без внимания. Не будь не презирать тех, кто дает нам полезные советы, хотя бы они были из подчиненных, хотя бы из людей низких. Не будем непременно почитать достойное предпочтение то, что предлагаем сами. Но то, что кажется полезным, это пусть и одобряется всеми. Деяние 8 глава 5-8 стихи. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Полкование не тот апостол Филипп, что считается в числе двенадцати, но один из семи, избранных для попечения вдовицах, а также крестивший Евнуха и огласивший Симона. Апостол Филипп с прочими апостолами находился в Иерусалиме. Лука сделал это замечание для того, чтобы показать, что Филипп крестил тех, которым было преподано христианское учение в Самарии. Апостолы же Петр и Иоанн, пришедшие к ним из Иерусалима, преподали им благодать Духа, а если бы он был из числа двенадцати апостолов, то он имел бы власть и преподавать дары Духа. Он крестит только как ученик, а завершительную благодать преподают те апостолы, которым дано власть преподавать такой дар. Иные говорят, что Филипп потому не низвел накрещенных Духа, что он был только диакон, выдвинутый теми, которые находились со Стефаном, а не имел ни пресвитерского, ни епископского сана, как избранные ученики Господни. А что он был диакон, об этом свидетельствует Павел в правилах. Он крестил самого Павла. А будучи диаконом, он крестил, во-первых, по недостатку пресвитера в Самарии, потому что в случае необходимости, когда нет пресвитера, позволено крестить и диаконом, как этому научил сам Дух, внушивший тому же Филиппу мысль приблизиться к Евнуху. Надо бы заметить, что после крещения накрещаемых через возложение рук в силу молитвы во имя Господа Иисуса нисходит поэтому и до сих пор этот чин соблюдается в том же виде. Деяние 8, моя глава, 9-21 стихи. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Се есть великая сила Божия!» А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Жерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложил ли руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Толкование. Посмотри на другое покушение, сделанное Симоном. Лука говорит, что его почитали за великую силу. Таким образом, в то время были обольщены волохвованиями, пока не пришел Филипп и вывел их из заблуждения, потому что Симон иудеям говорил, что я отец, а самарянам я Христос. Симон же и сам веровал. Ради веры он уверовал, не ради веры он уверовал, но чтобы и ему творить чудеса. Как он думал творить чудеса, сам он обольщал, а также укрощал беснуемых, а потом он думал, что и апостолы, подобно ему, пользуются каким-то искусством. Поэтому он и деньги давал. Опять, потому же, чтобы не лишиться этого дара, он постоянно находился при Филиппе. Деяние 8 глава 22-25 стихи. И так покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и узок неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто исказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедов Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Толкование обоснословия еретиков излишне было говорить Симону покайся, потому что он таким дурным был создан. Они говорят, что человек будучи злым по природе не способен измениться по желанию. Петр сказал это Симону, как будто бы не было оказано ему снисхождение, если бы он стал плакать и покаялся. Но этот образ выражения был обычным и у пророков. Особенно же Петр предвидел, что он не обратился к покаянию, потому что слова «Помолитесь вы за меня ко Господу» Симон сказал не потому, чтобы он покаялся, обратился, но ради одного только приличия, потому что иначе где рыдание, где раскаяние и исповедование грехов. Слова полной гнева, но Петр не наказывает его, чтобы потом вера его не показалась вынужденной силой необходимости и страха. И это дело не показалось жестоким. Может быть, они возвратились из-за Симона, чтобы не обольститься и чтобы потом быть твердыми. Заметь, что они с самого начала идут в Самарию, но когда их гонят в Иудеи, как это было и со Христом. Деяние 8 глава 26-33 стихи. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кондакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригующим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его. Толкование. Мне кажется, что этот Филипп был из числа семи, потому что иначе из Иерусалима он не шел бы на полдень, но на север. А из Самарии, где находился и учил Филипп, принадлежавший числу семи, путь идет на полдень. Это ангел сказал для того, чтобы Филипп не боялся нападения от иудеев, не спросил и не сказал Филипп для чего. Женщины властвовали в этой Эфиопии. Одна из них по праву наследство была Кандакия. У нее Евнух был заказнохранителем. Заметь, что не было праздника, и однако он ехал в Иерусалим, и что ехал из города, преданного к суеверию, и что на пути читал и притом Исайю, величайшего из пророков. К тому же читал, не понимая того, что читал, и так усердно был занят чтением. Удивительным образом спрашивает, потому что не льстит и не хвалит, но спрашивает так, чтобы возбудить большее желание и показывая, что в читаемом находится великое сокровище. Потом просит научить его. Очень понятен смысл приведенных сейчас слов, потому что в известное время овцы отводятся для стрижки, и пастухи возлагают на них орудия стрижки, и однако не терпят это и не делают нападений на тех, кто это делает. Так и Христос терпя поношение не платил поношением за поношение, указывает на противозакон и суд над ним, произведенный тогда, как была скрыта истина, то есть обнаружившаяся после воскресения и высокое его достоинство, доказательством которого служит то, что было им сделано в деле домостроительства. Кто будет в состоянии выразить словами, когда придет на мысль, кто это и какой такой, да еще Сын Божий Единородный претерпел все это? Комментарий Игнатия Лапкина. Когда сегодня беседуешь с евреями, истинными иудеями, ищущими спасение, они пространно объясняют любое место, говорящие о богоизбранности этого народа. Но задача христианина при беседе с ними попытаться убедить их, что их предки совершили роковую ошибку, не призвав Иисусе обещанного Бога Мессию. Самым сильным местом против иудейского заблуждения является 53-я глава пророка Исаии, то место, которое читает Евнух. До этого места они пространно объясняют, чего хотел от них и Егова. Но спросите их, как Евнух, о ком говорит пророк, кто же этот, о котором говорит пророк Исаия? Кто же этот извязленный, взявший на себя немощи народа, которого его соотечественники ставили ни во что? Кто же он? Был ли кто-то в Израиле похожий на этот образ? И кто? Даже ученые раввины, потупив головы, говорят, не будем об этом говорить. Когда это слышишь от живого еврея в их синагоге, то хочется плакать. Почему же они не заметили, что в читаемом находится великое сокровище? И эта роковая ошибка в толковании священного писания через тысячи лет приведет их в третий храм подножие Антихриста. Для нас, православных, дано великое сокровище Слова Божие. И к нему дано толкование святых отцов. Эти сосуды Духа Святого истолковали каждый стих Нового Завета. Мы можем на каждое место Священного Писания ныне сказать, что в читаемом находится великое сокровище. Насколько мы, православные, бедные и нищи будем, если нас не приведут к Слову Божию, к Святому Евангелию, не познакомят с распятым за наши грехи Иисусом Христом. В каждой строке о жертве Христа, о Его любви, во всем этом находится великое сокровище. Итак, православные, не выпускайте из рук Библию. И это толкование блаженного Феофилакта, ибо в этом находится великое сокровище. Все. Посмотри, покажи. Подожди, Никита, еще. Угу.